Здравствуйте, дорогие друзья! Как вы поняли, сегодня мы работаем с программой Powerpoint. Что мы будем делать? Первое, это ставить фон на наш слайд. Потом будем делать надпись и работать с надписью. Далее загружать картинку и работать с ней. Начнем с того, что будем ставить красивый фон. Для того, чтобы мы начали работать с нашей презентацией, я вам предлагаю сделать папочку на рабочем столе и подобрать туда картинки, те, которые вам нужны будут в вашей презентации. Почему на рабочий стол? Просто это немножко удобно. Когда вы закончите работать со своей презентацией, вы уберете просто эту папочку. Будет нужна программка Microsoft PowerPoint. Вот у меня уже ярлычок стоит. Но для тех, кто не знает, программка PowerPoint находится в пакете Microsoft Office у вас на компьютере. Нажимаем кнопочку «Пуск». Так как я постоянно пользуюсь ей, она у меня уже вышла в первые ряды. А вообще, она находится в пакете или в папке Microsoft Office. Если же по каким-то причинам у вас PowerPoint не загружен на компьютер, попросите знающего человека вам ее поставить. Итак, выбираем фон. Открываем нашу программку. Первое, что я начинаю делать, я убираю этот заглавный фон. Заходим во вкладку «Создать слайд». Выбираем «Пустой слайд». А этот слайд просто выделяем и нажимаем кнопочку «Делет». Следующее. Нам же нужно выбрать фон. Мы заходим во вкладку «Дизайн». Нам предлагаются стили фонов. Просматриваем их. Если нравится, мы их оставляем. Но сразу хочу предупредить, что эти стили остаются применимы ко всем слайдам. Но если вы создаете что-то свое и хотите, чтобы на каждом слайде был отдельный фон, мы его сейчас поставим. Есть еще вкладочка «Стили фона». И здесь вот эти примеры. Мы заходим во вкладочку «Формат фона». Нажимаем. У нас выходит вот такая страничка. И здесь нам предлагаются способы загрузки фонов. Первое – это сплошная заливка. Сплошная заливка подразумевает под себя, будет сплошной цвет. И вот цвет заливки. Выбирайте любой, какой вам нравится. Давайте возьмем вот красный. И здесь можно вот этим вот бегунком поставить прозрачность. И с помощью этой функции уже выбрать тот цвет, который вам нравится. Следующее. Градиентная заливка. Здесь нам нужно выбрать название заготовки. На фоне какой заготовки вы будете делать свои слайды. И здесь нам тоже предлагается выбор. Давайте вот поярче возьмем. Вот такой поставим. Смотрите, как это выглядит. Что можно с этим сделать дополнительно? Мы выбираем тип нашей заготовки. То есть вот можно выбрать путь. Смотрите, какая прелесть получается. Ну и давайте поработаем с этим. Здесь вот такой бегунок. Вот с этими бегунками вы работаете, выбираете. Как у вас, что вам понравится. Вы можете выбрать дополнительный цвет какой-то. Смотрите, я нажала на этот бегунок, выбрала такой цвет. Нажимая на этот бегунок, давайте посмотрим, какой тут можно цвет поставить. Ставлю этот. Нажимая на этот бегунок. Ну давайте вот голубенький возьмем. Смотрите, какое разноцветие. Какая радуга у нас получилась. И также вот этими бегунками можно поработать и как-то эти цвета переместить. Можно поработать с яркостью и можно поставить прозрачность. Восстанавливаем наш фон. Идем дальше. Узорная заливка. Здесь можно выбрать тоже какой-то узор. И для этого узора можно выбрать цвета. Вот цвет переднего плана, давайте возьмем красный, чтобы видно было. И цвет самого фона, давайте темный. Смотрите, как получилось. То есть тоже выбор большой и можно с этим поиграть. И у нас еще осталось рисунок или текстура. По умолчанию у нас выставляется вот такой стиль. Папирус называется. Но когда вы нажимаете на вкладку текстура, у вас выпадает меню и вы выбираете уже то, что вам нравится. Так, идем опять в текстуру. Но как мы уже договорились, мы выбираем свой собственный фон. Нажимаем вкладочку файл и переходим на наш компьютер. И здесь мы на рабочем столе ищем нашу папочку. У меня приготовлено два фона. Можно поставить такой. И вот давайте посмотрим. Нет. И подходит. Заходим. И выбираем вот этот фон. И ставим. Итак, фон мы выбрали. Поставили. Давайте к нашему слайду выберем переход. То есть, как наш слайд будет открываться. Для этого заходим во вкладочку переходы. И здесь нам тоже предлагается целый набор переходов. И мы можем выбрать. То есть, вот можем выбрать вот растворение. Можно выбрать вот шашки. Вот так будет открываться наш слайд. Или вот таким образом. Или вот таким. Это все зависит от вашего желания. Итак, друзья мои. Фон мы поставили. На этом наш урок закончен. В следующем уроке мы будем делать надпись и работать с этой надписью. Удачи! С вами была Александра Бабулева. Редактор субтитров А.Семкин